Где спавнится Cartoon Cat? Что стало с роботом Начало Хаос? И где находятся будущие пушки? Всё это и многое другое вы узнаете из моего видео. Всем привет! Вы на канале Кореш24К и сегодня я расскажу вам о 15 интересных фактах, известных на текущий момент про обнову в Chicken Gun версии 3.0.0. Досмотри видео до конца и напиши сколько фактов ты знал. С вас лайк и подписка, а с меня интересные ролики. Присаживайтесь поудобнее и мы начинаем. Первый факт. Античит. Точнее его отсутствие. Большинство нашего комьюнити ждали обнову именно из-за того, что в игру добавят античит систему, которая хотя бы частично начала бы работать и банить нечестных игроков, ведь они уже порядком надоели. Я задал вопрос своей телеге о том, работают ли читы в обнове. В ответ получил информацию, что многие читеры в данный момент не могут играть. Но это всего лишь временно, так как разработчики читов не спят и уже буквально обещают на днях выпустить рабочие взломанные версии. Это очень печально, друзья. Если вы собираетесь их использовать, то я вас хотел бы попробовать отговорить от этого. Не ставьте их ни в коем случае. Давайте играть честно. Второй факт. Забагав главное меню, мы можем увидеть новую пушку, которую по всей видимости планируют добавить в следующем обновлении. Чтобы забагать таким образом меню, вам надо просто зайти в оружие и очень быстро нажать на любую другую кнопку меню и моментально нажать на кнопку назад. И вот таким образом получается полет камеры. Я решил проверить, может эту пушку уже можно найти за забором на карте Чала Хаус. Но, к сожалению, там ничего не оказалось. Будем ждать в следующей обнове, либо же она спрятана где-то в других местах. Третий факт. Все тоже главное меню. Когда ваш персонаж делает стандартный проход вокруг дома, мы можем заметить новые вилы и что-то фиолетовое возле них. Опять же, использовав баг из прошлого факта, мы можем посмотреть на этот предмет поближе. Вот лучшая фотка, которую я нашел. Похоже, это будет еще одна новая пушка. Неплохая прокачка по оружию нас ожидает. Друзья, вы уже знаете, что такое Blockman Go Adventures. Это бесплатная многопользовательская игра-песочница, в которой вы найдете большую библиотеку мини-игр, доступных каждому. Я там уже неплохо освоился и могу выделить Build and Shoot. Это игра про строительство и стрельбу. Здесь вам предлагается закупиться разнообразным оружием и отправиться на боевую арену для того, чтобы проявить себя. Что мне понравилось, так это возможность изменять ландшафт с помощью блоков, строй баррикады, укрытия и другие постройки прямо на поле боя. Все это может сыграть немаловажную роль в достижении успеха. В игре есть даже своя рейтинговая система. Для самых целеустремленных это отличный шанс проверить уровень своего скилла, ведь соревноваться с другими игроками всегда интереснее. А как насчет страшилок? И такие тут есть. Night in the School. Это многопользовательская хоррор-головоломка. Казалось бы, при чем тут школа? Но именно здесь вы начинаете свое приключение. Цель найти выход. Только вот сделать это будет не так просто. По пути вам предстоит решать большое количество головоломок. И это при том, что все происходит в темных помещениях, где могут находиться монстры. Реально крутая игра, любителям пощекотать свои нервы рекомендую. Ну и напоследок, хочу поделиться с вами приятным бонусом в виде 50 синих кубов, которые ждут вас в игре. Переходи по ссылке в описании и забирай их, использовав мой уникальный код. Приглашай друзей в Blockman Go. Вместе веселее! Мой ник в Blockman Go, кореш24к. Добавляйтесь! И мы продолжаем! Четвертый факт. Робота Гудрона удалили с прежнего места в Чала Хаус. Я, кстати, проверил это чуть ли не в первую очередь после установки обновы. Слетал до него несколько раз. Что с ним в итоге произошло? Был ли он удален навсегда? Или его перенесли в другое место? Или он просто забагался при обнове и разработчик не успел это фиксануть? Остается только догадываться. Хотя мы все ждали новый режим с этим роботом. Ну или как минимум добавление его в мобы или транспорт. Возможно в скором времени мы сможем разобраться в этом вопросе. Пятый факт. Cartoon Cat был добавлен в игру. Призвать его можно на новой карте Big House. Для этого спускаемся в самый нижний подвал и входим вот в эту зону. Сразу появляется характерный звук его появления. Кстати, моделька у него сделана таким образом, что убить его будет не так-то просто. Лазерная снайперка, конечно, всегда в этом случае является лучшим оружием. Шестой факт. Сейчас я вам покажу место спавна Cartoon Cat. Он появляется на чердаке. Я попытался даже сделать ловушку для него. Но он так же, как и Хаги-Ваги, проходит сквозь любые препятствия. И надо отдать должное, он хорошо ориентируется в доме. Спрятаться от него не получится. Он везде вас найдет. Седьмой факт. После того, как вы сможете убить Cartoon Cat, он станет доступен для покупки в вашем магазине за 300 монет. Прикупив котика, отправляйтесь на любую карту и устраивайте Cartoon Cat Апокалипсис. Интересно, почему мы до сих пор не можем купить таким же образом Хаги-Ваги? И еще, мне кажется, сам Cartoon Cat выглядел бы намного кринжовее, если бы он был сделан в стиле Chicken Gun. Например, таким образом, как нарисовал Alex 34K. Восьмой факт. Почему-то изменился скин на молоток в виде биты. Раньше она была просто желтая, а теперь кислотно-салатового цвета. Да и в целом, большинство новых предметов выполнены в ярко-зеленых тонах. Но выглядит прикольно. Девятый факт. Новая карта для гонок окружена лавой и улететь за трассу проще простого. Это я к чему. Новые карты становятся длиннее и сложнее в плане прохождения. Но вот награда за победу никак не меняется. Зачем мне потеть на новых трассах, когда я могу за очень короткий срок прокатиться на круговой и заработать свои 50 монет? На этот момент стоит обратить внимание разработчику и поощрять гораздо большим размером наград на длинных и сложных трассах. Думаю, вы согласитесь со мной. Десятый факт. Если вы не заметили, но для машин было добавлено аж 11 новых скинов для колес. Это, конечно, прикольное дополнение. Теперь наши тачки будут у каждого еще более уникальными. Одиннадцатый факт. Новая вкладка в меню suits, что в переводе означает костюмы. Все-таки разработчик прислушивается к ютуберам, ведь многие сняли концепты про одежду для персонажей. Я считаю, что сильно увлекаться костюмами не надо. Но раз уж был добавлен пиджачок, то теперь надо сделать скины полицейского, санитара, пожарника, военного и может еще кого-то. Напишите ваши варианты в комментариях, какие костюмы вы хотели бы видеть в игре. Текущие костюмы, кстати, позволяют сделать полный скин зомби, хаги-ваги и даже киси-миси. Двенадцатый факт. В игру добавили много новых предметов мебели и еды. Теперь постройки можно делать еще более разнообразными. Что пригодится вам для участия в битве строителей? За это однозначно большой плюс. Кстати, умывальник почему-то багается и после того, как вы его поставили, он становится прозрачным и его невозможно взять. Тринадцатый факт. Новая базука получилась очень крутой. Звук выстрела и сама анимация очень порадовали. Над ней явно хорошо постарались. И давайте протестируем ее мощь на хаги-ваги. Мне потребовалось 5 выстрелов, чтобы уничтожить его. Неплохо, но до лазерной снайперки все же еще далеко. Четырнадцатый факт. Новый моб в яйце является типа детенышем этого монстра. Так как после убийства яйца спавнится именно он. Получается, он размножается путем откладывания яиц? Интересное нововведение, не правда ли? Пятнадцатый факт. И напоследок, я хотел бы обратить внимание на этот предмет. Как вы думаете, что это? Это же пчелиный улей. Казалось бы, при чем здесь он? Есть, конечно, пару догадок. Может в игре появятся пчелы или скин пчелы. А может он добавлен в честь кавера на песню «Раса», «Ты пчела, я пчеловод», который исполнил Китик на своем канале? Я придерживаюсь именно последнего варианта. Раз разработчик смотрит наши ролики на ютубе, то он мог заметить песню Китика. Она ему очень понравилась, как и мне, и он решил добавить улей именно по этой причине. На этом пока у меня все. Пишите в комментариях, что еще интересного смогли найти и подписывайтесь на мои соцсети. Там много интересного, ссылочки найдете в описании. Если мои факты вам понравились, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. С вами был Кореш24К, смотри другие видео на моем канале и всем пока!